Реклама не только двигатель торговли. Сотрудники Магортранс продолжают бороться с расклейкой незаконных объявлений и афиш. За текущий год на это было потрачено свыше 400 тысяч рублей. Какие чаще объявления появляются в запрещенных местах и какие штрафы ждут нарушителей, расскажет Мелада Иволина. Незаконное размещение рекламы – проблема, которая существует в городе давно. Объявления можно встретить на остановочных комплексах и на опорах контактных сетей. Всего их в городе более 10 тысяч. Специалисты ежедневно проводят объезд. Днем у нас производится осмотр контактной сети на предмет повреждений. Для спокойной и дальнейшей работы электротранспорта. Но в связи с тем, что заклеивают наш город вот этими рекламными объявлениями, вынуждены отвлекать высококвалифицированный персонал, технику на бестолковую работу. Чаще всего незаконной рекламой являются бумажные объявления. Появляются они на оживленных перекрестках и улицах города. Убирать афиши объявления приходится и службе электрохозяйства. Тяжело, это не наша работа. То, что мы вообще электричество относимся, а не столба. На техобслуживании МАГГОРТРАНСА находится свыше 300 посадочных площадок. Из них более 150 с ограждением. Только с начала года специалистам пришлось убрать свыше 3000 объявлений за своих объектов. По противодействию этим объявлениям проводится работа совместно с администрацией города, совместно с администрациями района. Если говорить о результатах, то в текущем году 4 лица у нас привлечены к административному штрафу в размере 1000 рублей. В целом, если говорить об ответственности, хочу сказать, что в соответствии с 584-м законом об административных правонарушениях Челябинской области, расклейка незаконной рекламы наказывается штрафом на физических лиц до 3000 рублей. До 5000 предусмотренных должностных лиц юрлица заплатит до 10 тысяч рублей. А вот МАГГОРТРАНС на уборку несанкционированной рекламы за 6 месяцев 2020 года потратил уже более 400 тысяч рублей. Разместить свои объявления законно и бесплатно можно на специальных тумбах и стендах. Всего их в городе более 130.